Всем привет! С вами Виктория! Сегодня готовлю пирожки с капустой. Легкое воздушное тесто в сочетании с сочной начинкой это очень вкусно и приготовить их совсем просто. Полное количество продуктов, как всегда, вы найдете в описании под видео. Сначала приготовлю опару. Для этого в емкости смешиваю 8 грамм дрожжей, это примерно 2 чайные ложки. Добавляю 1 чайную ложку сахара и буквально 2 столовые ложки молока. Все хорошо перемешиваю. Молоко должно быть немного теплое, чтобы дрожжи хорошо растворились. И отставляю на 15-20 минут до образования у дрожжей пенки. 15 минут прошло, дрожжи активизировались, появилась вот такая пенка, значит можно продолжать замешивать тесто. И в другой емкости берите емкость побольше, в ней мы будем замешивать тесто. Смешиваю 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара, 2 яйца и растопленное остывшее сливочное масло. Все немного перемешиваю. Добавляю теплое молоко. В общей сложности мне понадобилось 300 миллилитров молока. Немножко я добавила, чтобы активировать дрожжи и остальное вот сюда. И добавляю активизированные дрожжи. Все еще раз перемешиваю венчиком и частями просеиваю муку. И замешиваю тесто. Сначала это делаю силиконовой лопаткой. Я советую добавлять муку постепенно, чтобы тесто у нас не получилось забито. Вот я вижу, что еще недостаточно и еще немного добавляю. Муки может понадобиться больше или меньше. В конце я вам укажу точное количество муки, которое мне понадобилось. У всех мука разная, разного размера яйца, поэтому ориентируйтесь по своему тесту и по своей муке. Я вижу, что муки уже достаточно. Припыляю стол мукой. Руки смачиваю растительным маслом. Также добавляю немножечко растительного масла, буквально одну чайную ложечку на тесто и буду вымешивать тесто руками. Вымешиваю я примерно 10 минут. Когда тесто становится более эластичным и перестает прилипать к рукам, значит мы вымесили уже тесто. Смазываю формочку растительным маслом. Тесто тоже немного смазываю растительным маслом. Немного его округляю и убираю в емкость. Посмотрите, тесто получилось не забитое, такое очень воздушное. Тесто накрываю и убираю вместо без сквозняков на 1 час. Пока тесто у меня подходит, приготовлю начинку. Тонко нашинкую капусту. Нашинкованную капусту я переложила в другую емкость, посолю ее и вот так хорошо прямо перетру руками, чтобы капуста пустила сок. Тоненько нарезаю одну большую луковицу. На крупной терке натираю морковь. На сковороду наливаю немного растительного масла, выкладываю лук. Лучок немножко подрумянился, к луку выкладываю морковь и продолжаю все обжаривать. Обжариваем на огне немного меньше среднего. Морковочка обжарилась, стала мягче. Добавляю капусту. Капусту я хорошо перемешиваю, уменьшаю огонь, накрываю крышкой и оставляю тушиться. Капусту я солить не буду, потому что я ее солила, когда ее перетирала руками. Если вы капусту не перетирали и не делали так, как я, то не забудьте ее посолить и поперчить по вкусу. Капуста у меня тушилась в течение 15 минут на маленьком огне при закрытой крышке. Капуста станет мягкой, можно выключать. Ну что, друзья, начинка для пирогов у меня уже готова. Посмотрите, это такая прелесть. Я попробовала. Капусточка получилась очень вкусная. За счет того, что я ее переминала руками и заранее посолила, и она пустила сок, получилось очень-очень вкусно. Если вы хотите использовать капусту не только для начинки, но и просто в качестве гарнира, то советую вам приготовить ее по такому рецепту. Получается очень вкусно. Начинку перекладываю в другую емкость, чтобы она хорошо остыла. Место у меня настоялось. Посмотрите, как оно хорошо поднялось. Сейчас я его буду доставать и обминать. Посмотрите, какая красота. Это чудо какое-то. Из теста формирую колбаску и разделю ее на кусочки примерно одинакового размера. Из данного количества у меня получилось 20 кусочков. Каждый кусочек примерно по 55-60 грамм. Каждый кусочек обваливаю немного в муке и формирую колобочек. И укладываю под пленку, чтобы не заветривались. Так же поступаю со всем тестом. И наступил самый любимый мой момент. Беру один колобок, скалку, раскатываю колобок. Раскатываю так, чтобы сформировался круг. Выкладываю начинку. Начинка у меня уже остыла. Такая еще еле-еле тепленькая. Я люблю, чтобы было побольше начинки. Формировать буду в треугольнике. Хорошо защипляю пальцами. Я уже поставила разогреваться духовку на 180 градусов и подготовила противень. Противень я переложила пергаментной бумагой. Сформированный пирожок перекладываю на противень швом вниз. И продолжаю. Раскатываю. Тесто очень податливое и мягкое, но очень приятно работать. Выкладываю начинку. Затем выбиваю одно яйцо. Добавляю буквально одну столовую ложечку молока и взбалтываю. Пока я формировала одни пирожки, другие пирожки у меня уже постояли 20 минут и уже подошли. Смазываю пирожки взболтанным с молоком яйцом. Пирожки я сформировала. Посмотрите, какие красивые они уже получились. Духовку я разогрела на 180 градусов. И сейчас отправляю пирожки в духовку. Выпекаться в течение 25 минут. Посмотрите, какие красивые, румяные они получились. Достаю и отправляю следующий противень. И потом вместе с вами буду пробовать пирожки. Ну что, друзья, пирожки готовы. Получились они очень вкусные, румяные, красивые, с вкусной сочной начинкой. И, как обещала, сейчас я пирожок попробую вместе с вами. Вот я тут приготовила мне один пирожок с капустой. Я делала еще и с картошкой. Начинка эта просто очень-очень вкусная. Получилась сочная. Сейчас я вам отломаю кусочек, покажу. Очень рекомендую вам приготовить такие пирожки. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok